тема сегодняшнего занятия это кошки на самом деле конечно это аббревиатура такая универсальная одна из известных аббревиатур это теория категорий которую тоже нужно изучать но в данном случае мы будем заниматься компьютер и идет translation на самом деле компьютер assisted translation каким образом компьютер помогает специалисту переводчику рассмотрим мы здесь следующие задачи перевод вторая задача автоматическая проверка грамматики еще будет третий вопрос но как вспомним допишем какие средства существуют у переводчика собственной системы к это компьютер и системе translation они себя включают прежде всего это интерфейс пользователя то есть можно говорить о некотором приложении 2 это интерфейс к автоматическому переводчику причем он не один и третье это возможность автоматизации проверки целевого текста language checkers мы сегодня рассмотрим среди приложений две системы это веб-система коммерческая но есть небольшая возможность протестировать ее в работе она называется smart cat вторая система она полностью свободная ее можете установить себе на машину реализована на языке ява называется она омега т я еще находил другие системы но мне их не удалось запуск запустить я конечно не любитель явы но тем не менее это вот одна из тех систем которые реально работает здесь интегрирование с автоматическими переводчиками вот smart cat это автоматически сделано там по моему google используется в омега есть куча разных коннекторов из тех что я помню но естественно google сейчас кстати google переводчик через и пиа и теперь только за деньги работает яндекс translate тоже за деньги microsoft тоже за деньги в общем они сейчас настолько стали крутые переводчики что бесплатно они уже не дают их использовать но и тем не менее я когда пыталась куда-то подключиться я нашел интересный сайт который называется моя мэмори мужчин его можно просто погуглить вот поэтому ключевому слову там нужно зарегистрироваться получите и пиа и ключ и подключать его уже к переводчикам либо к с инки на другим программам среди language checker of сейчас наиболее популярный это language tool у него есть две версии ну то есть два варианта функционирования один онлайн и стендалон в виде библиотеки java библиотеки language tool в линуксе они он обычно представляется в виде пакета вот омега т позволяет запускать лингвич ту в обоих режимах в онлайн и стендал он онлайн я правда даже не пытался запустить а стенд он вполне хорошо работает также его подключил к и максу и либре офису лингу что позволяет проверять набор правил наборы правил можно кстати включать и отключать и вот коммерческая версия лингу что содержит где-то на 20 процентов больше правил стилистических значит показывая мощь и возможность этой системы выдавать подсказки по по варианту написания словосочетания в той или иной форме вот эти варианты формируются на основе статистики встречаемости в текстов в онлайн режиме language tool еще можно купить подписку где-то 1300 рублей в год в 2021 году в онлайн режиме также можно подключить еще 20 процентов дополнительных правил анализа стиля текста я сравнивал свой уровень знания английского языка с этим лингу что иногда я нахожу некоторые ошибки и ну чаще конечно он находит который я не замечаю мне вот эта функция очень нравится особенно вот подсказки вот эти вариантов современного написания вот мне раньше писали веб пробел сайт теперь language tool подсказывает что чаще стали писать и уже считается грамматически правильным веб-сайт надо писать слитно ладно начнем изучать 100 смарт-кета и попробуем перевод осуществить вторая функция смарт-кета это стоит том чтобы нанимать переводчиков чтобы переводить текст в том числе можно самому наниматься в качестве переводчика есть рейтинге как вот в яндекс такси то есть как вот яндекс такси можно заценить пассажира работает смарт-кет в браузере и вот нужно значит войти зарегистрироваться вот можно через google в частности вот перед этим я разрегистрировался чтобы не спас по мне слали я в фрилансер сейчас будем искать здесь задачи да будем переводить с русского на английский и попробуем вот у них есть примерчик такой первый документ и вот и чем смарт-кет хорош он сначала обучает человека перевод осуществляется по одному предложению как и смарт-кете так и в омега-т первом столбце находится оригинальный текст здесь будет перевод третий столбец содержит флаг того что там данный перевод данная строка завершена и вот вот видите вот в этом предложении например есть такие вот зелененькие теги вот начало тега и конец тега и вот например это может быть выделение черным цветом ну то есть полужирным шрифтом док x файле и и бывает вероятно что при переводе перевод некоторые части текста также будет выделен таким же образом и вот одна из функций заключается вот этого чека заключается в том чтобы проверять что есть наличие этого тега в переведенном тексте теги различаются номерами своими то есть один два три четыре и вот и вот в общем случае последовательность тегов может меняться то есть вот здесь мы можем писать перевод по-английски например high translate this sentence and press кстати неправильно перевода language tools встроенный в браузер он параллельно еще проверил грамматику вот мы подтверждаем что мы перевели хотя конечно неправильно перевели можно каждому сегменту то есть каждому предложению писать комментарии например почему тот или иной термин был взят почему такой или иной стиль в предложении был использован это предварительный просмотр текста вот эта интересная функция и вот тут наверное можно сопоставить тексты и посмотреть как она в контексте других предложений смотрится вот оригинал а тут ошибку видите показывает что оригинал и перевод разные знаки припинания используют на конце где-то тут должна быть настройка подключения так в частности поставлять ли машинный перевод вот можно кстати оригинал в перевод-перевод подставлять я иногда я когда омега-т пользуюсь я как раз включаю автоматически подставлять перевод потому что там много бывает текстов программ вот можно оценить количество переведенных предложений также прогресс сегментов сегментом называется одно предложение и причем одни и те же предложения вообще считается одним сегментом и не зависит от контекста кстати отставим галочку видите она автоматически в на второе предложение распространяется сам сегмент ведь неправильно да специально ошибку сделал и у лингвич стул нашел эту ошибку то есть сам сегмент have an arrow on the left side it means repetition see what will happen with the following segments к этой системы также вот в этом месте ставят в таблице подобные примеры видите вот сейчас в этом сегмент я переместился и автоматом здесь ничего не подставлено хотя он кстати предыдущие разы пробовал автоматом даже предлагалось других переводов сюда вставлять предложения здесь увидите как бы пытаясь заново переводить и он показывает что у меня был такой перевод и он он очень похож на этот и по control 1 можно этот перевод вставить заменить на то что вот мы там набили т.м. это означает формат translation memory я специальный формат xmail в котором от хранятся переводы вот этих сегментов там какие-то сто два процента соответствия это интересно что же это значит вот а это кнопка для загрузки в определенный формат есть также глоссарий словарь синонимов вот видите память переводов есть translation memory можно экспортировать загрузить посмотреть в виде xml файла в редакторе skype если у вас есть набор таких tmx файлов вы вы можете их подгружать к своим проектам в этом множество записи из каждой записи две части то есть версия на одном языке версия на другом языке вот видите например один сегмент съешь этих французских булочек на русском и на английском система накапливает эти переводы их потом можно их можно можно кидать в общем между проектами в том числе вот в этот проект на смарт к этим можно свои переводы загрузить вот настройка машинного перевода в некоторым то есть помимо еще сайте машинного перевода эти системы могут подключаться к различным серверам хранения данных вот можно значит подписаться то есть бесплатная это только вот протестировать на порядка 20 30 предложениях можно чем когда есть возможность автоматизации машинный перевод то добавляется еще одно окошко и вот здесь можно куски какие-то вставлять туда либо туда полностью загружать вот собственно третья функция это сопоставление двух текстов то есть вот этот вот файл translation memory можно построить как раз вот автоматически автоматически предположим у нас есть два текста ну два например файла типа docx лати кстати очень плохо поддержан как ни странно в этих системах в общем вот системы как-то угадывает где какое предложение какому переводу соответствует и потом встроит вот этот вот tmx файл вот веб-сайт википедии который сравнивает существуешь программное обеспечение автоматизации переводы вот поедет он вообще говоря специализированное программное обеспечение для перевода так называемых по файлов это файлы переводов строк из приложений у меня есть отдельная лекция там можно посмотреть работает он каким образом я не использовал но суть там в том что сама технология заключается в том что показывается одна строка которая в тексте на программы существует и нужно соответствующий перевод в другой строке представить вот также работает в инструментарии в фазе matching то есть также можно похожие фразы там ассоциировать то есть какие-то отсутствующие переводы можно ассоциировать уже с похожим из какой-то другой части программы также были другие системы вот верталут я пытался запустить у меня что-то не получилось потом будем омега-т использовать так надо что-то перевести взять какой-нибудь текст загрузить вот например текст опыт о президенте гаити вот у него есть два варианта есть первое это сверст на html да второй вариант это внутренний формат википедии другой стороны есть возможность в омега-т прямо загружать википедию для перевода такая у него фича переводить будем с английского на русский вот я обычно делаю так у меня вот есть два проекта 11 называется я нру трое руин я просто новую статью добавляю и потом перевожу и одновременно у меня копится вот этот вот translation memory информация что большинство текстов у меня все равно по связанными с айти здесь вот все файлы которые переводил это пароль это пароль мастер ки который он подключает каждый раз спрашивает когда входишь ну вот собственно сюда нужно юрил свики загрузить и автоматом омега-т загрузит исходный текст для перевода мы берем юрил копируем его вот в это вот поле все тебе нужно найти файл до перевода этот президента грейди два раза тыкаем на него он загружается как текущий в процесс перевода ну вот это вот как раз список сегментов и зеленым выделяется текущий сегмент у меня вообще это приложение на большой монитор рассчитано 43 дюймовый на нем кстати очень удобно переводить можно как держать и исходные тексты приведет целевого текста предпросмотр и собственно вот эти сегменты сейчас настроим на монитор типа hd теперь можно начинать переводить этот сегмент пока оставим как есть он ну и вот первое предложение будем заниматься вот этими вещами вот президент гаити президент гаити официально названный президент республики гаити является главой государства гаити здесь здесь уже машинный период как раз из машин и стран слой из моим его и тем же с этими кавычками разобраться контур м вставляет его в переводы и вот эти вот искажения наносятся вот этими механизмом translation memory надо чтобы вот этот вот формат соответствовал исходному либо значит и старый вариант копировать по словам фразам каким-то но это не очень удобно кэш видите вот часть нужно обратно вернуть потому как нажимаем enter меня по умолчанию видите оригинальный текст вставляется в качестве перевода исполнительная власть гаити разделена между президентом и правительством возглавляемым премьер-министром тут надо опять убрать лишние пробелы то ссылки на разные статьи нынешним президентом является же венель мойс который вступил в должность 7 для семнадцатого года вполне нормальный перевод стать получился срок действия и выбора срок действия конечно я бы тут я сомневаюсь что это правильный перевод требования к президентству приведены в разделе а главы 3 статьи 134 обычно с большой буквы пишется ну по крайней мере в российской федерации конституции гаити вот тут кстати тоже надо главу тоже большой буквы писать контексте то вроде правильно все 40 действия дать так срок службы здесь поставим все перешли к следующему сегмента президент избирается на пятилетний срок всенародным голосованием так опять заменяем президент не должен избираться дважды подряд он может занимать второй срок только после пятилетнего перерыва и не должен баллотироваться на третий срок опять формат подредактируем можно конечно написать коин скрипт который вот эти пробелы удалять чтобы быть избранным президентом кандидат должен сейчас почитаем и станем президентами быть уроженцем кейти опаньки и не отказываться своей национальности достигнуть к дню выборов возраста 25 лет 35 лет на тут маленько подправить чтобы по-русски были меня пользоваться гражданскими политическими правами и и не быть приговоренным к смертной казни кстати очень интересно как так можно быть президентом language tool видите параллельно работает и утратить гражданских прав за уголовное преследование ненадежный источник уже не указан как больше чем 11 лет август выпал при переводе неофициальный перевод на английский язык то есть это изначально с французского переводилась достаточно плохой она быть владельцем недвижимое имущество постоянно проживать в стране быть освобожденным от ответственности has been discharged of responsibilities of привезли handy public funds по-другому немного переводится быть освобожденным от ответственности взаимодействия с государственными средствами распределения лучше тут государственных средств на что я способен как переводчик на выбор провести последнее воскресенье ноября пятого года президентского срока таким вот образом мы постепенно переводим control enter от возврат к предыдущим секции на ко время выборов не установлено в соответствии с выборами состоишь the election time is not fixed according to the election holding тут наверное все-таки лучше слова не фиксировано это какой-то конкретный случай имеется ввиду как это было как это было во время выборов состоявшихся президентские выборы в гаэти в 2015 году ну и так далее контрл с записывает состояние значит здесь что мы получили вот эти сегменты которые являются блеклыми это правда зависит от настройки цветов вот через меню это вот то что блеклые то что мы перевели и она будет в целевом тексте то что жирное мы еще не перевели целевой текст создается команды control д эти два варианта отличаются тем что вот один будет содержать жирный текст другой нет я всегда control д использую сейчас мы его посмотрим переключимся на английский project текст это папка где переводы у меня переводится английского на русском здесь меня своя система из директориев этот проект омега т вот здесь вот словарей словарями я не пользуюсь это вот как раз сохраненные состояния вот это в основном это конечно тм иксы новые тм иксы помещаются в тм у меня не все на автомате или вот сюда вот потом правда обрабатывает и потом порождает один общий файл source здесь находятся исходные тексты вот например наш текст исходные о президенте гаити таргет это туда генерируется переводы по control д вот видите по control д как раз черный текст вставился сюда вот эту слайды переводил вот и с латихом тут в общем засада получается нарушается его структура логическое в латихе омега т не сохраняет в этих тех же это программа по сути говоря вот она как бы саму программу ты не сохранять как программу именно вот например тут обычно вот фрейм на следующей строке пишется фрейм тайп то вот дальше так вот она не парни совсем правильно получается но структура практически не страдает но бывает так что и какие-то там теги исчезает подряд айтема идут это элементы списка я половину текста перевел при помощи переводчика этого омега т вот мир я стою статью переводил с английского на русский чтобы издать в русскоязычном журнале так как процесс перевода он как бы независимый от контекста поэтому тут предложение получились не совсем связанные в общем понятно что я на английском то немного хуже пишу так сказать на английском в статье является нормальным использовать местоимения там у и ас вот и вот иногда при переводе не отслеживаешь до конца удаление этих местоимений из русского перевода поэтому это такой грубый еще перевод потом конечно будет его доделывать вручную дальше причем кстати какой-то вариант неполный хотя я помню что его полностью переводил на одну статью 6 страниц двухколоночного текста который можно смело на 2 умножать если брать а4 его за полдня интенсивной работы можно перевести достаточно хорошо вот я на переводил я переводил руководство по баш недавно буквально я потом перевел в латих и потом желать его правил стилистику здесь проблема была такая что текст просто изобиловая местоимениями ведь вот все мы понимаем основную идею сопоставления текстов друг с другом потом и опять замучился это все переправлять хотя я при переводе тоже удалял местоимения дать исходный текст посмотрим на мечтым и в транслировом в текст видео санасию класс тысячел это вылнал англ и выл и был if you want и вот в каждом предложении этим местоимения он автор беседует с читателем напрямую вот мне так понимаю что общая идея понятно кстати вот фазе мальчицу здесь будут крас показываться примеры из того что было ранее было ранее переведено и близко по свойствам и варианты по control 1234 вот машинный перевод составляется control м здесь переводится один из вариантов control 1234 можно подключить несколько переводчиков машин translation они тут все одновременно будут работать вот как выбирать из них вариант тут я что-то не нашел честно говоря нет раньше яндекс translate использовал но там когда они полностью на коммерцию переползли и вот через опции можно как раз устанавливать автоматические переводчики вот эта галочка означает что использовать автоматический переводчик для текущего проекта не для каждой строки будет автоматом запрашиваться перевод и откуда это вот варианты вот эти вот Microsoft я использовал но из всех переводчиков он самый сложно настраиваемый то есть нужно два ключа получать google translate версии 2 я не подключал потому что он даже вот года три назад он уже стал коммерческим яны кстати вполне неплохо работал но сейчас я моему использую тут это я не использовал использовать нечеткое сравнение авто завершения тут в общем есть оно полезно но когда строк сам вручную набиваешь без машинного перевода давайте еще не переведем как раз без машинного перевода в любом случае идти пошел авто поставления счет предлагает букву вы подставить выбор должен быть ратифицирован сейчас вот скопирую этот кусок ратификация пар моментом он у меня здесь подсказывает только из того что было раньше вообще по идее должны и словари даже использоваться точку забыл контроль с контролд есть различные функции проверки тут правда все тексты подряд проверяется трудно будет найти нужны наши ошибки вот с тегами видите проблем кучу тут теги я правда не смог вам показать потому что они были отфильтрованы есть такая настройка опции вот например исходная проблема 1 кросс контекстная проблема и вот начинается тег т 0 и вот переводность и вот автоматом машинный перевод и он перевел даже и теги это вот как раз недостаток у яндекса был то есть он теги переводил вот вот а translation memory он переводит и вставляет пробелы внутрь тегов то есть вот в отличие от смарткета значит в омега т не надо специальный клавиш использовать для добавления тега можно просто его это набить найдена синтаксическая ошибка вот механизмом разрешение конфликта тоже одна проблема есть вот это вот функция возможность автодополнения она конфликтует с авто вариантов подстановки и исправления текущий документ показывается вот в этом окне открытом опции инструменты вот список ошибок помимо то что он переводите он еще может некоторые ошибки проверять распознавать статистика вот я переводил 4600 сегментов но это года за два вот баш меня убил тут я в нем голову сломал две недели назад надо было сделать методичку по этому языку статистика соответствия вот то что в квазе относятся здесь можно настраивать отображение например вот пробелы пометить причем их цвета можно отдельно выделить это имеет смысл если вы какие-то комментарии в тексте программы переводить вот я вот перестал латиковские тексты переводить к сожалению хотя на самом деле было бы здорово если вы там может быть плагин что ли исправить так чтобы он сохранял эту структуру исходных файлов может я неправильно пользуюсь вот иногда вот есть тексты внутри внутри программы есть комментарии и вот их тоже по перевести но при переводе программа превращается в линейную конструкцию потом уже очень не хочется ее обратно в порядок переводить но такие ошибки можно исправлять при помощи программы melt то есть есть английский вариант есть русский вариант вот просто латик он почти правильно распознает соответствие сегментов и можно сегмент из исходного файла из английского варианта например и переведенный русский переместить это вот управление то есть переходы между сегментами например к непереведенному control к переведенному control shift следующий сегмент предыдущий сегмент можно enter или control enter по номеру сегмента там вот заметки я с ними не работал уникальный сегмент следующий можно обратно по истории перемещаться это редактирование то есть control z control y работает insert match or selection это вот я честно говоря не помню может быть что-то с фазе matches это замена текущего текста перевода на машинный control shift r тоже удобно если поле было пустым то можно туда поместить оригинальную статью оригинальную строку это вставить отсутствующие теги сейчас попробуем что-нибудь с тегами найти здесь вставить отсутствующий тег экспортировать выбранная если поиск совсем по-другому работает он ищет среди этих тмx и причем в отдельном окне то есть можно по всем как бы файлам искать менять размер букв в зависимости от того что нужно а через шифт f3 можно по циклу подбирать это вставить какой-нибудь символ уникод вот например переход с перехода номера на письмо справа налево напер по-арабски создание альтернативное перевода очистка от самого полностью перевода это скорее всего это вот создание нового варианта перевода то есть можно полностью например очистить этими инструментами я не пользуюсь можно выбрать предыдущий проект например у меня есть два основных варианта то есть английского на русский из русского на английский просто файлы добавляю это копирование файлов в исходную папку как бы что странно как то вот она открыла операционная система загрузка файла quick reference команды вы get просмотр от не работает архив я при помощи либровь сейчас посмотрим это довольно сложный текст не знаю получится ли его перевести тут потому что сам текст именно из тегов состоит в общем берем этот файл и копируем его нужно найти теперь этот файл и скопировать в папку исходных текстов с английского на русский когда открываете проект надо он это окно обязательно показывает для то чтобы можно было выбрать откуда переводить примеры то есть тут теперь везде кругом одни теги сейчас как бы мы фиктивно переведем просто копированием даже в фазе начал работать полезные ссылки сейчас переведем полезные ты 0 зачем-то пробел вставил ссылки здесь тут с пробелами проблематично в общем систему маленько надо конечно усовершенствовать справочный документ блок теперь это копируем и вот видим как бы местами меняем то есть в оригинальном тексте у нас был притяжательный падеж теперь у нас родительный второй родительный нумерация не уравнение а выражение это уравнение соответствует с помощью таблицы это не совсем может быть уместно это можно просто оставить уравнение в общем это убираем он здесь правильно да перенумеровывается автоматически если скопировано заменяем его содержимое опять же заменяем можно конечно также оставить но вообще говоря зависит от того какой текст мы пишем создание ссылки ссыл по кускам разбито слово там скорее какой-то тег внутри невидимый для глаза находится в смысле стиль не меняется но вот есть некоторая разметка вот этим кстати мне всякий вор там и ему подобные системы не нравится создание ссылки на уравнение самом деле на выражение вовлекает состоит из двух шагов двух шагов на это наверно закончим ctrl s ctrl d значит ctrl d у нас генерирует целевой текст заходим в target ищем quick reference и сейчас посмотрим может быть загрузится на это маловероятно потому что там скорее всего нарушение по тегам было он попытается восстановить как можно буква е какая-то затесалась полезные ссылки вот после него здесь вот наш перевод где-то находится и тут получается разброд и шатания в общем нам не повезло вообще опыт такой что до киксы если вот они не сильно такие вот затегированные в общем теги хорошо сохраняются еще какие-то странные шрифты там вообще текст изначально немножко странные может быть даже не совсем корректно по стилю оформленный в общем мы можем переводить техническую документацию а вот еще забыл показать как регистрироваться на my memory и как эту машину регистрировать потом в омеге-т есть у нас настройщик preferences вот он универсальный то есть он буквально все переменные можно настраивать можно кстати в команде работать можно в команде работать например через гид вот настройка language tool а вот он где находится в linux устанавливаете language tool находите вот и language tool находится именно по месту расположению jar файла и вообще вот через url можно через веб-сайт работать здесь обращайте внимание на набор правил вот например видите тут был отключен повтор слов предложения вот это внутренний проверяльщик работающий на хунспелл хунспелл кстати один из лучших спелл чекеров в настоящее время и настраивается вот эти словари вручную вручную двумя способами можно загрузить а можно указать уже загруженный централизованно вот включение memory machine и можно отконфигурировать тут здесь нужен электронный адрес и ключ API сейчас попробуем вставить какой-нибудь API key а второй способ сконфигурировать сконфигурировать этот удаленный переводчик это можно сделать через командную строку сейчас заодно проверю найдем наш омега-т он у меня локально валяется вот тут как раз много засвеченных теперь API key они старые они не работают так что можете копировать это вот настройка Ява в Apache так чтобы фонд подвергался обработке чтобы антиалюзинг работал в определенный момент почему-то в Arch Linux это было отключено а это вот настройка интерфейс чтобы на английском языке был а вот это как раз API key для MyMemoryMachine то есть заходим на сайт тут регистрируемся сейчас попробуем найти пароль invalid username and password можно зарегистрироваться используя например другой почтовый ящик старые данные остались выберите password пароль сохраним пароль Hi welcome кодировку не доделали здесь Linux использует по умолчанию UTF-8 уже наверное начиная с середины 90-х годов ну тут настройка как переводчика но я профессиональный переводчик сколько вы уже переводите ну где-то от 4 до 10 лет сколько вы за последние 12 месяцев слов перевели ну где-то наверное меньше 10 тысяч просто я непосредственно переводами не занимаюсь какой сервис вы обеспечиваете переводчик можно вот резюме загрузить пока мы этот этап пропустим выберите у вас родной язык Russian proudly сейчас тут будут да я вспомнил вытрясать всю возможную информацию куда ты можешь переводить сколько стоит одно слово например с английского и вот тут можно выбрать как раз было стоимость а это рубрики а что нельзя что ли без этого обойтись например наука science electronics information technology согласны ли вы за 00.35 центр за слово переводить в районе 500 слов там какой-то период времени то да нет пока не буду продолжить вот расскажите про ваш уровень образования давайте пока пропустим в любом случае пропустить какими системы вы раньше пользовались какие графические системы верстки вот можно добавлять файлы это tmx сейчас попробуем регистрироваться все-таки значит что такое memory регистрация удачно технология нового поколения для переводчиков удалось войти наконец-то сработало теперь мне вот этот API ключ нужен можно искать в архиве добавлять туда tmx и это архив который у них на сервере хранится это это вот как раз работа через API формат мы а это нет это способ как его получить теперь вот этот вот username и password тут тут на кавычки взять так чтобы правильно командная строка обработана была вот возвращается ключ получается да вот можно для пользователей username и сгенерировать пароль но это скорее всего можно его использовать потом для того чтобы протестировать систему а тут надо свой электронный адрес вбить сейчас попробуем попробуем не существующий посмотрим что будет ответил что нет у нас получается есть отдельный пользователь который имеет такую пароль здесь вбиваем собственный электронный адрес сюда вбиваем в пароль что он нам сгенерировал API ключ я его сюда значит вписываю и в результате мы зарегистрировались и теперь можно его из скрипта выкинуть отсюда яндекс вот эти все короче и пики все раньше кстати вот этот момент он не работал ну то есть регистрирование API ключа через меню сейчас мы берем старый проект где наш президент критин вот он спрашивает master password которым который открывает другие пароли ну все сработало сейчас нам начал опять предлагать вот прочитать с английского на английский работает одно время настройки вот через меню не работала поэтому приходилось через командную строку на этом наверно все сравнение текста я наверно не смогу показать вот смарткете это где то есть можно взять два текста сравнить и построить tmx а потом загрузить себе в омега t в омега t это тоже есть но меня просто двух текстов нет сейчас можно попробовать предложить мою память перевода на сайт my memory machine my memory contribute tmx выберите файл текст с английского на русский так сейчас надо по времени посмотрю сейчас какой самый моложе тот и туда помещу еще вот кстати да разная степень детальности скорее всего и разный размер даже уровень 2 туда поместить задать имя можно значит subject то есть тема раздел computer science можно поставить тут ну и тут выбираем режим доступа публичный личный вот он будет некоторое время обрабатываться там кстати много ошибок мы может быть и все испортим даже всю малину а сейчас другой загрузим то есть русский английский тут похоже имя файла складывается из названия проекта и вот этого суффикса видно что он первый английский русско-английский или англо-русский он обработал теперь можно попробовать какой-нибудь запрос сделать и она может быть найдет наш возможный перевод можно tmx и на этом сайте делать linux rules search это просто тестируем первый перевод забавный правило linux но мы-то имели другое в виду что linux рулит вот можно кстати рейтинги задавать попробуем попробуем новым предложить то есть например linux как вот правильно теперь перевести а linux правил лучший все вставляем tmx вот вот тут есть всякие запросы то есть люди не могут перевести и мы можем им помочь вот можно загрузить tmx с сайта просто отправляем туда файл с перечнем предложений для этих предложений подбирает tmx я думаю что есть какая-то польза от этой лекции и она была не сильно скучной спасибо за внимание удачи всем можете подписаться